На библийский портал «Кзвет» поступил вопрос, зачем ставить поклонные кресты в отдаленных местах, если их все равно никто не увидит. Но если их кто-то ставит, значит их уже кто-то увидел. Это первое. Второе. Если понимать, что крест является не только мистическим таким способом освещения пространства, но еще и способом утверждать свою государственность. Понимаете, что по краям империи, ведь как казаки ограждали, вот мы живем на границе с Бурятией. Если едешь и стоит бурятское обо, значит здесь буряты. Если едешь и стоит крест, значит здесь стоят казаки. Ведь таким образом мы раньше всю империю ограждали по краям, как столбами приграничными ограждали себя крестами. На сегодняшний день мы эту функцию тоже не забываем. И поэтому, когда едем и видим красивый перевал, понимаем, что его природной красоте не хватает еще одного креста. И тогда его природная красота кратно увеличивается. И все путешественники, которые будут следовать этим путем, ведь мы же этим путем прошли, значит кто-то и после нас пройдет. Все путешественники, которые будут идти этим путем, они будут видеть этот крест. Я всегда вспоминаю крест, который стоит на реке Витим, на Угрюм реке, который стоит на острове. По центру стоит камень, большой камень. И кто-то поставил туда, ну ему, наверное, уже лет под сто, этому кресту. Он же старенький, ветхий, но каждый раз, когда любая экспедиция, сплавляясь по этой реке, проходит мимо этого камня, у всех на фотографиях есть этот камень и этот крест. Все друг другу рассказывают, мы были на камне, видели крест. Хотя многие даже не знают, кто этот крест ставил, по какому поводу ставил. Но, тем не менее, все знают, что здесь были казаки, и здесь они отметились, и эта земля принадлежит нам. Есть еще один повод устанавливать поклонные кресты. Вот, например, одна из наших экспедиций устанавливала крест на мраморном ущелье. Это бывший гулаг, где люди добывали уран для нашей оборонки. Какие страдания испытывали наши люди там, живя в тех условиях, в холоде, в голоде, обеспечивая нашу обороноспособность, мы не знаем. И вряд ли, наверное, узнаем когда-нибудь до конца. Но, тем не менее, память об этих событиях, она не должна пройти просто так, мимо нас и мимо наших детей. Поэтому каждый, кто будет приходить на ущелье, которое у нас называется Мраморным, и подниматься на гору, которая у нас называется Пик Узника, будет видеть крест и будет понимать, что это тоже русская Голгофа. И это тоже прекрасный повод для того, чтобы постараться и потрудиться ради памяти своих предков. Потому что, если у дерева нету корней, то у него не будет плодов. Аминь.